Здравствуйте! Сегодня с вами на приёме доктор-офтальмолог Тахчиди Христо Переклович. Доктор Тахчиди – один из самых известных офтальмологов страны. Медицинский стаж более 40 лет. Хирург выше квалификации. Автор более 520 научных работ и 230 запатентованных изобретений в области хирургии глаза. Сегодня у него на приёме три пациента. 12-летний Владислав Овчаров попал к доктору Тахчиди после отдыха на море. До этого никаких проблем со зрением у него не было. Сын был абсолютно здоров. Во время шоу, устроенного отелем для развлечения постояльцев, в глаз Владиславу попал лазерный луч. Вроде бы ничего серьёзного. Поначалу ни сам Влад, ни его родители не придали значения этому происшествию. Как оказалось, зря. На следующий день ребёнок пожаловался на мутное пятно в глазу. Мы на это не особо обратили внимание, потому что ныряли, купались, ну, как-то все были расслаблены. Пятно не проходило. К лечению Влада приступили только после возвращения домой. Мы обратились к офтальмологу в поликлинике. Она посмотрела на нас большими глазами и сказала, быстро в больницу. И когда мы приехали в больницу, нам сказали, быстро ложиться. Потому что оказалось, что это очень серьёзно. У нас оказался очень сильный ожог глаз. Проблема оказалась серьёзней, чем просто ожог сетчатки. Но выяснилось это уже на приёме у Христа Тахчиди. Когда было лазерное шоу, естественно, ребёнок стал смотреть на излучатель, откуда идёт лазерный луч, посмотрел на него и получил соответствующую дозу лазерной энергии. К чему это привело? Вот мы видим вот на этом снимке. Если его увеличить, то это получается шапка, напоминающая ядерный взрыв. На самом деле здесь и произошёл взрыв. Если вы внимательно посмотрите, то края ткани, видите, да, они вот так вот развернуты. И в сущности ткань как бы её развело вот так вот взрывом. То есть энергетический луч попал вот в этот стержень, разорвал ткань, развёл её, образовался огромный пузырь и, естественно, погасло зрение. Задача не только восстановить целостность сетчатки, но и добиться того, чтобы она полностью сохранила свои зрительные функции. Нужно было сработать очень тонко, ювелирно по краю вот этого отслоения, справа и с левой стороны, с тем, чтобы вот эта развернувшаяся ткань снова вернулась к исходной и соединилась. Вот если мы сумеем, сумели бы вот здесь наложить когулят, один и второй, ткань бы вернулась к исходной позиции, и мы бы получили вот такую картинку. Ситуация критическая. После трёх месяцев консервативного лечения в районной поликлинике улучшение в состоянии Владислава так и не наступило. Через три месяца этот разрыв, он не соединился. Пузырь огромный, ткань очень тоненькая. То есть перспектива такая, что вот эта тоненькая ткань, купола, она разорвётся, в ней всё разойдётся ещё больше. Ну и, соответственно, зрение уже пропадёт безвозвратно. Доктор Токчиди решился на лазерную коагуляцию. Процедуру, во время которой разорванные края сетчатки склеиваются при помощи точно сфокусированного лазерного луча. Операция занимает не больше 30 минут, но требует предельной точности. И эта задача была выполнена. Лечили мы лазером. Проведена была такая ювелирная, уникальная операция. Большим мастером. Зовут её Татьяна Алексеевна, фамилия Космынина. Которая работает на этой очень тонкой и ценной структуре. Специальным лазером. Это жёлтый лазер, который даёт возможность получать вот такие результаты. Вы видите, полностью восстановилась сетчатка, восстановилась центральная ямка, восстановилась вся анатомия центра сетчатки. Ну и, соответственно, зрение, если здесь было 50%, то здесь 100%. Восстановилось полностью зрение. Ещё какая-то работа предстоит? Я понимаю, что самое страшное уже позади. Ну, на самом деле, да. Вот сейчас нам надо понаблюдать, посмотреть, как будут события развиваться дальше. Вообще, конечно, у вас получилась очень уникальная работа. Я не знаю, мы ни к одному врачу обращались, никто не брался, потому что, ну, так же нам говорили, что это центр, никто туда не полезет, потому что это очень опасно. Ни один врач это сказал. Когда я увидела вот эту картинку, которая вот как новая, я не поверила. Я говорю, это наша картинка или нет? Или это чья-то чужая, или это здоровый глаз? Даже я не поверил. Вот, но это, тем не менее, случилось. Вообще, удивительный, конечно, результат. И я хочу сказать, это, конечно, мастерство с одной стороны. С другой стороны, когда мы работаем с детьми, это всегда громадный ресурс, потому что пластические процессы, восстановительные процессы у детей, они очень мощно развиты. И это еще раз говорит о том, что обязательно надо двигаться к достижению цели, ну, и где-то рисковать. Все очень переживали за нас. Ну, когда мы приехали после уже этой операции, да, такой микрооперации, через неделю, слава богу, у нас единица зрения. После операции прошла неделя, еще какая-то терапия предстоит, это лучше с докторами, я теперь полностью буду к ним прислушиваться. Но они очень довольны, ну, и мы, соответственно, тоже. Отдельно я бы хотел обратить внимание родителей, и взрослых, в том числе, лазерное шоу – это не безобидно. Имейте в виду, смотреть на лазерный луч, так же, как смотреть на солнце, в ясный день опасно, потому что и солнце вызывает ожог, и лазерные лучи, к сожалению, тоже вот вызывают такие вещи. На очереди второй пациент – Константин Груздев. Его проблема комплексная. На прием к Христа Токчиде он пришел сразу с несколькими заболеваниями глаз. Изначально были проблемы с сетчаткой, потом менял хрусталик. После этого катаракта пошла, и как бы левый глаз у меня перестал практически видеть. Просто в сумерках стал плохо видеть. Не так плохо, что не мог ходить, но машину уже было сложно водить. Потом это проявилось резко, поэтому я как бы это заметил. Не то чтобы постепенно как-то царило, а резко проявилось. Поэтому это сразу ощутил. Развитие заболеваний можно было избежать, если бы Константин сразу после появления первых симптомов получил квалифицированную врачебную помощь. К сожалению, обратился сначала в поликлинику свою, как законопослушный, гражданин. Ну, там капельки приписали. Ну, и в конце концов, значит, я понял, что уже нет никакого... Становится хуже и хуже, и я обратился в Федоровский институт. Очень интересный больной, потому что, я бы сказал, это находка для офтальмолога. Дело в том, что он в 1986 году провел операцию кератотомию для того, чтобы избавиться от очков и сделать, скажем, нормальным свою оптическую систему. Операция прошла великолепно, восстановилось полное, стопроцентное зрение. Он спокойно жил до 2014 года, а в 2014 году у него случилась отслойка, которая тоже успешно была прооперирована. Позже у него случилась катаракта на этом же глазу, которая тоже успешно была прооперирована. Ну, и вот через два года после этой операции у него возникла вторичная катаракта. В этом случае необходима замена хрусталика. Подобные операции уже давно считаются штатными и отработаны до мелочей. Но в случае Константина Груздева имелись осложнения – помутнение задней капсулы хрусталика. Со временем задняя капсула, которая сохраняется, она мутнеет. Мутнеет где-то порядка у половины пациентов. И постепенно начинает снижаться зрение за счет ее помутнения. Когда это происходит, в принципе, лечение здесь достаточно отработанное, технологичное. Это лазерное удаление фрагмента задней капсулы. Лечение – малоинвазивная операция при помощи офтальмологической лазерной установки. Проблемы со зрением, которые не давали Константину покоя больше 20 лет, были решены всего за два визита к доктору Тахчиде. Вы знаете, по времени достаточно быстро это произошло. То есть практически в два моих посещения мне уже все наладили. То есть наладили практически на 100%. Потом уже шло просто укрепление, там уже, ну как, я не знаю, терапия или что. То есть таких операций уже каких-то не было серьезных. Только наблюдение и подправка. Вам было проведено лечение, лазерное лечение, очевидно, да? Да. И восстановили до исходного состояния зрения. Да, да, зрение было полностью восстановлено. Ясно. Ну вот мы хотели вам по существу продемонстрировать вот этого больного, показать больного, послушать его историю с двух позиций. С одной стороны, вы видите, очень богатая история на заболевания, на действия. И она, в общем, достаточно эффективная, да? Пациенты, у которых была близорукость и которые прооперированы по поводу близорукости для того, чтобы лишиться очков, для того, чтобы избавиться от очков, не должны забывать, что у них была близорукость, она есть, и профилактику отслоения сетчатки обязательно нужно проводить, и обязательно нужно наблюдаться, и обязательно нужно периодически осматривать сетчатку, потому что от того, что вы избавились от очков и стали по зрению нормальным человеком, это не значит, что у вас процесс близорукий не был, он был, и остались его последствия. Поэтому нам нужно внимательно к этому относиться. Это первая часть, как бы, нашего разговора, а вторая часть заключается именно в вторичной катаракте. То есть катаракта достаточно распространенное заболевание, это практически 40% всей хирургии глазной, и обязательно нужно помнить пациентам, которые проводят эту операцию и носят искусственные хрусталики, что через определенное время происходит вот такое вторичное помутнение капсулы хрусталика. Что такое капсула хрусталика? Это место, куда мы имплантируем искусственный хрусталик. Он должен там держаться в глазу, и он должен быть в самом центре, на нужном расстоянии, чтобы оптическая система работала правильно. Вот это обеспечивает ваша капсула, то есть ваша естественная капсула от вашего хрусталика. Мы очищаем хрусталик, сохраняем капсулу, имплантируем искусственную линзу в эту капсулу, и она удерживает ее там, где нам нужно, и нужно вашему глазу для того, чтобы фокусировка изображения происходила полная, стопроцентная. Так вот, со временем эта капсула мутнеет. Если вы вдруг обнаруживаете, что у вас постепенно начинает ухудшаться зрение, нужно обязательно показаться к офтальмологу. Чаще всего после экстракции катаракта, имплантации искусственного хрусталик, это связано с капсулой. Ну и манипуляция эта достаточно простая, то есть есть специальные лазерные установки, которые позволяют вскрывать заднюю капсулу в центре, так же, как мы скрываем консервную банку вот с помощью лазерного луча. Открываем огромное пространство в центре, и восстанавливается полностью зрение. Это такой очень важный момент в том отношении, что не нужно, собственно, мучиться вот этим снижением зрения. Нужно прийти и восстановить. Если это связано с помутнением хрусталик. Но иногда бывает, это связано не с капсулой хрусталика, а с какими-то другими заболеваниями глаза. И в этом случае очень важно, как можно раньше появиться в офтальмологе. Поэтому пациенты, которым осуществлена пересадка искусственного хрусталика, должны об этом помнить и вовремя приходить к врачу. Скажите, пожалуйста, какие у вас возникли вопросы, что бы вы хотели у меня уточнить, узнать по поводу вашего состояния? Я хотел бы уточнить, насколько большая вероятность возникновения вторичной катаракты. В частности, у меня есть еще... То есть вы имеете в виду, после уже лазерного вмешательства, может ли она вновь повториться? Да, конечно. Ну, на самом деле, это казуистика. Вот, если все выполнено правильно, то она уже не вернется к вам. То есть капсулы уже нет в этом месте. Мы ее убрали, и нет основы, которая могла бы помутнеть. То есть дальше может происходить изменение зрения уже за счет других каких-то структур, но не за счет капсулы. А показали-то мы его для того, чтобы вы знали, первое, что патология глаз, она бывает вот такая, достаточно большая, длинная, с многими компонентами. И это решаемые задачи, да? Мы в данном случае имели дело с рефракционной хирургией, с отслойкой сетчатки, с экстракцией катаракты. И с восстановлением зрения после вторичной катаракты. И второе, на что хотели обратить ваше внимание, что после катаракты, а катаракта – это порядка 40% всей хирургии глазной, это очень большое количество людей, может возникать вторичное помутнение капсулы. Это не должно вас волновать и настораживать, потому что вопрос решается очень просто. С помощью лазерных технологий, это амбулаторное вмешательство, человек приходит, и буквально через несколько минут он свободен по существу и может заниматься своими делами. На сегодняшнем приеме у доктора Тахчиди Сергей Максимов. Проблемы со зрением начались у него еще в школе. Наблюдался у врачей давно, то есть я в первом классе уже был в очках, к концу школы уже зрение порядка минус 8 было, в институте оно еще ухудшилось. Однажды Сергей понял, что может лишиться зрения навсегда. Стало очевидно, что без серьезной медицинской помощи ему не обойтись. Началось с того, что потерял однажды зрение на несколько секунд. Это как бы меня подвигло обратиться к врачам. Возможно, это была травма спортивная. Это пациенты с патологией макулярной области сетчатки. Это самая ценная область сетчатки, место, которое мы с вами видим. Вот в центре этой области имеется маленькая ямка. Это наивысшее зрение, которое дает нам глаз. То есть стопроцентное зрение. Вот эта область, она диаметром порядка миллиметра, а толщиной порядка 250 микрон. И, в общем-то, вся ценность нашего зрения находится именно здесь. Сетчатка глаза – одна из самых сложных структур зрительного органа. Ее заболевание нередко приводит к слепоте. Чем раньше начать лечение у офтальмолога, тем больше шансов на выздоровление. Вот мы видим его снимки. Это лимилярный разрыв, так называемый разрыв сетчатки. Вот вы видите, это снимок после лечения, когда глаз практически стал нормальным. В центре вот центральная ямка. Вот этим местом мы как раз с вами очень хорошо и видим. А в данном случае, вы видите, этой ямки нет. Есть вот такой разрыв, то есть сетчатка как бы отслоилась и вот таким лоскутом отстоит от подлежащих тканей. И в связи вот с таким разрывом, а разрыв этот связан с тем, что, если вы внимательно посмотрите, вот здесь вот имеется такая подтяжка, вот эта белая линия, которая растягивает сетчатку и отрывает ее, расслаивая слои. Вот, собственно, этот разрыв привел к тому, что зрение упало до 5% практически. И снова проблема решена при помощи лазерных технологий. Операция заняла всего несколько минут. Сразу после ее окончания Сергея отпустили домой. Ограничений для пациента на время восстановительного периода почти нет. В принципе, я после вот этих всех операций чувствую себя нормальным человеком. То есть я работаю, вожу машину, занимаюсь спортом. Ограничения только в том, что нельзя поднимать тяжести. Но это относится ко всем пациентам, у кого плохое зрение. Сейчас пришел на такой периодический осмотр. Динамика положительная, острота зрения повысилась. Исчезли уже мушки практически. Я чувствую себя хорошо. В общем, комфортно. Сколько вам лет? Мне 48 лет. 48. А вы какую специальность? Программист. Программист, да? Компьютерами занимаетесь. Ясно. Значит, ну вот, то есть вы вернулись сейчас к работе полноценно, да? Ну, я, в общем-то, и не прекращал работать. Дело в том, что вот мне в тот день, когда сделали операцию, я поехал на работу. И, в общем-то, до конца рабочего дня я еще много дел сделал. Ну, у вас другой глаз функционирующий, поэтому, в принципе, как бы была возможность, да? Да. И работать и так далее. В данном случае мы хотели вам показать вот такой необычный случай. Молодой человек, 48 лет. И, собственно, произошла вот такая история с сетчаткой. В чем заключается сущность этой истории? Дело в том, что стекловидное тело с возрастом, оно уменьшается в объеме. И у молодых людей оно очень плотно прилежит к сетчатке. Вот когда с возрастом начинается сокращение стекловидного тела, оно отслаивается от сетчатки. У большинства людей этот процесс отслоения происходит как-то безболезненно, бессимптомно, и они, в общем-то, ничего не замечают. Но у части людей, у тех, у кого сохраняются еще интимные связи между стекловидным телом и сетчаткой, вот это расхождение происходит драматически. То есть в части случаев происходит разрыв сетчатки, в части случаев происходит расслоение сетчатки. И, в общем-то, зрение при этом очень существенно может пострадать вплоть до потери. На этих снимках, а это когерентная томография, которая осуществляется с помощью лазера. То есть с помощью лазера мы нарезаем сетчатку с шагом в 5 микрон и видим все микроструктуры, которые, так сказать, нарушаются в процессе той или иной болезни. То есть здесь вот при обращении данного пациента мы видим разрыв, вот эта черная огромная по нашим меркам и очень миниатюрная на снимке картинка показывает то, что сетчатка разорвалась, расслоилась. И мы эту же сетчатку видим на сегодняшний день. Вот видите, конфигурация ее приобретает физиологический вид, появляется центральная ямка, ну и еще сохраняются небольшие кисточки, которые со временем тоже будут уходить и будет восстановление полное. Вот в данном случае имеется практически полное восстановление сетчатки с соответствующим функциональным результатом. Если здесь зрение было 0,05, то здесь оно равняется 0,2, это 20%, а с коррекцией доходит до 70-80%. То есть вот такая динамика развития болезни. Скажите, пожалуйста, у вас какие-то вопросы есть, что-то вы хотели бы уточнить? Я бы хотел спросить, насколько можно заниматься физическим трудом, потому что по профессии я заниматься могу, а вот какими-то домашними делами, например, спортом, вот есть какие-нибудь ограничения? Вам сколько времени назад сделали операцию? Ну вот данную операцию сделали, получается, три месяца назад. Три месяца назад. Ну, в принципе, это достаточный срок для того, чтобы вы себя сейчас могли активно вести. То есть за три месяца уже сформировались все, скажем, регенерационные зоны, которые нас интересовали. Поэтому сейчас режим обычного человека. Ну, очень хорошо, это очень радует. Состояние законсервировано, насколько я понимаю. То есть по сравнению с весной я стал лучше видеть. Вот, и процесс он идет, динамика есть положительная, поэтому я думаю, что где-то снова весной мы договорились с лечащим врачом, что я снова здесь появлюсь. Просто пронаблюдает за состоянием, как-то улучшилось или ухудшилось. Но сейчас динамика положительная. Работа в центральной зоне, в окулярной зоне, в зоне центральной ямки и ее окружения – это такой супервысокий пилотаж, которым владеют единицы. Данному пациенту нужно было вернуть вот этот лоскут на место, собрать центральную зону и превратить ее, вернее, вернуть ее в анатомическое строение. Как это сделать? Вот самый такой уникальный ювелирный вариант работы связан именно с лазером. Вот лазер позволяет деликатно, амбулаторно провести эту операцию. В данном случае мы провели вот тут такую клепочку маленькую, лазерную, то есть склеили вот этот отслойный лоскут с подлежащей тканью и в результате получили, видите, абсолютно практически нормально анатомическое строение глаза и, соответственно, восстановление зрения. Большое спасибо. Сегодня с вами был доктор-офтальмолог Тахчиди Христо Переклович. Субтитры создавал DimaTorzok